Или, ну, не знаю, да, или там, ну, с чем-то нехорошим ассоциацией, да, что нам не нравится. Либо с каким-то человеком, который очень плохо показал себя в жизни, или как-то не очень хорошо показал, и мы не хотим вот по этому принципу задавать. А Даниэл, причём не Даниэл, не Даня, потому что это другое совсем имя, и тоже есть люди, которые не очень хорошо себя показали. У нас Даниэл, Дэнни, Дэнчик, Дэнник, Дэнни, вот, Дэнька. Или Дэнька. Вот, вот так мы поэтому назвали. Вот оно пришло, и всё, и мы сколько гадали, гадали на протяжении всей биеменности. Так и осталось с Даниэлом, оно сразу легло. И в каких странах я была? Я была в очень многих странах. Я даже сейчас не перечислю, потому что я тогда не успею на все вопросы ответить. Как-нибудь отвечу я, в каких странах я была. Может быть, отдельным видео. Если вам интересно, где я была и мои впечатления, то вы напишите мне под видео. Я сниму отдельное видео о том, где я была, и что, о чём я думаю, где стоит побывать, где нет, что где меня впечатлило. Вот так давайте. Кристина задаёт вопрос, другая уже. Какие книжки вы читаете? Так, книжки, это будет. Будет у меня видео про книги, или было уже, или будет. Я не знаю, какое вперёд видео я поставлю. Поэтому или ждите, или смотрите, если оно уже выложено. Прямо про какие книги. Вообще, мои книги, да, там будут. Елена. Во сколько лет первая покраска? Не хочу ли я вернуть свой цвет волос? Моя первая покраска была в 16 лет, и мне мама дала деньги на краску, потому что она всю жизнь была у меня чёрной, а сейчас она блондинка. Вообще, она была всегда чёрной. И она хотела, чтобы я была блондинкой светлой, потому что она хотела быть блондинкой. В итоге она дала мне краску, говорит, если хочешь, иди покрасься. Если краситься, то только белый. Я пошла и покрасилась перегидролью. Потом отпускала свои волосы, потом опять красилась. Когда уже подросла, уже начала там, ну, менять, экспериментировать. В общем, в 16 лет была моя первая покраска. И я не хочу свой цвет волос, потому что мне кажется, он недостаточно яркий. Хотя такой у меня классный цвет волос, он русый, серый, русый. Может быть, как раз-таки то, что я сейчас пытаюсь и покрасить, но я не хочу вернуть свой цвет волос. В общем, я блондинка вообще. В натуре я блондинка. Вот. Это кто первый раз? А то я сижу, у меня темный цвет волос, и я такая, я блондинка, я блондинка. Да, я блондинка. Это просто у меня эмилированные корни. Илона. Хотела бы тату с именем сына или вообще еще тату? Да, я хотела бы тату с именем сына, но мой муж говорит, что не надо тату или так далее. Я бы хотела себе, знаете, вот у меня здесь татушка маленькая. Я бы хотела, может быть, вот так вот тату себе. Или вот здесь тату. Даниэл тоже какими-нибудь красивыми цветушками такими. Хотела бы, да. Где-нибудь, может, у сердца здесь. Я не знаю, не знаю. Я где-то в комедии смотрела, что прикалываются, типа, Даниэл, что забудет имя? Да нет, ну просто, тату классное, и хочется сделать что-то такое, что навсегда, понимаете? И мне кажется, что имя сына, это супер тату, нежели вы сделаете тату какой-нибудь, я не знаю, с каким-нибудь взглядом временным, да, или может быть, любимого человека какого-то, да, дабы показать ему преданность, а потом, когда он вас предал, или сделал какую-то каку, вы потом пытаетесь беречь это имя, поэтому мне кажется, что сына имя совместить с тату было бы очень классно, и сыну приятно, и вам. Арина задает вопрос, как выбрала название канала, спеть еще, спою скоро отдельным видео, я сейчас на самом деле сегодня снимала видео, вы увидите потом декорации, примерно, похожие, и у меня уже першит в горле, поэтому я пела в прошлых вопрос-ответ, не каждый же раз вас баловать, а то разбалуетесь имя. Так, а как выбрала название канала? Название канала выбирала очень долго, потому что у меня все интуитивно, и должно быть созвучно, вообще я где-то уже об этом говорила, я сначала выбрала себе имя, это как псевдоним, потому что я писала песни, и пишу на самом деле, ну просто сейчас показать, пишу песни, создаю их и пою, и у меня было просто Селена, потому что это вот созвучно на мне, Селена, она у меня ассоциируется именно со мной, Селена, и вот ни с кем больше, да. А когда я завела свой канал, то я подумала, что Селена, Селена Гомсис, я начала придумывать приставку, и она должен быть и перевод ее быть какой-то интересный, и созвучно было Селена, и в общем, Свей это власть, господство, и вот поэтому это название я и придумала, оно легло идеально, вот как-то за два дня где-то я это все придумала, вторую приставку, о Селену я больше, конечно, думала, через И, русское имя, в общем, ой, когда покажешь малого, я пока маленького своего показывать не буду, пока мне не разрешит муж, я не знаю, когда он разрешит, от него все зависит, поэтому можете у меня не спрашивать, я периодически так у него спрашиваю, не знаю когда, пока не планирую показывать, может и не задавать мне этот вопрос. И будет ли у него канал, я бы хотела, чтобы у него был канал, но мой муж как-то против вот этих вот всех вещей, говорит, мужик должен быть мужиком, ну, в общем, у нас идут пока споры, дебаты, я не знаю, посмотрим, может быть он поменяет свое мнение, я постараюсь его переубить и сделать маленькому свой канал. Нина задает вопрос, как ты себя почувствовала, когда узнала о беременности? О, Боже, это последний вопрос, и когда я почувствовала, что я беременна, честно говоря, также мой ребенок желанный, очень желанный, мы больше года старались с любимым, у нас не получалось несколько раз, и мы очень расстраивались из-за этого, я уже перестала там верить, и когда у меня полосочки показали две штуки, у меня сразу пот, моя жизнь изменилась в этот момент, вот я почувствовала, как все перевернулось, а как теперь, и страх, и радость, и все вместе, и неужели, да я не верю? В общем, я была очень счастлива, практически, я вот так, кому позвонить, я не знаю, я звоню маме, маме звоню первой, потому что, ну, как бы думаю, вдруг сейчас своего, ну, как бы скажу, что я беременна, а он обрадуется, а потом окажется не беременна, и я сначала не знаю, что делать, так я звоню маме, не знаю, у меня мама как-то, она вот, ну, мама для девочек, да, например, и я звоню и говорю, мама, ты показал две полоски, я беременна, у самой ладошки мокрые, она такая, ой, ой, как классно, поздравляю тебя, ну, как-то так, это надо вот все узнать, потому что она тоже знала, что я стараюсь, хочу забеременеть, вот, и я говорю, да точно, точно я беременна, я чувствую, я беременна, я счастлива, все, в общем, сейчас позвоню своему мужу, и вот, и я, когда ему позвонила, он сначала не верил, потому что, ну, потому что один раз у нас было такое, что я думала, что я беременна, все-все-все были все симптомы, только тест не делала, когда тест сделал, показал, что я не беременна, и когда я думала, что я беременна, мы, конечно, очень-очень обрадовались, и представляете, какое было разочарование, что я не беременна, и поэтому мы уже такие перестраховывались, Он как в прошлый раз, наверное Я не верю, я не верю Давай вот к врачу сходи Он боялся, что опять он Обрадуется, а потом будет опять Разочарование, что блин, опять нет Потому что, ну грустно Очень сильная радость и очень сильная Нерадость, если ты узнаешь, что это не так Ну как бы расстройство И потом он уже сам себя, значит Берег от этого, говорит, я не верю, я не верю Я говорю, да точно, точно Ну и все, и потом, конечно Он вообще, он долго, у него реакция Была, наверное, больше даже, чем моя Он вообще сидеть, стоять не мог Он там, говорит, сейчас иди, перезвоню Мне нужно прийти в себя А вот она вот через малявку Маленькая малявка вредная Теперь не дает маме Ничего делать, говорит Поставь меня, я хочу стоять Посади меня и будешь сидеть Да, иди Мой зубик, маленький, маленький, маленький зубик Иди малявонька Ну все, мои хорошие Я думаю, ответила на ваши вопросы Мы с вами увидимся в следующем видео А сына уже хочет снимать Все, задавайте вопросы новые под видео Я с вами прощаюсь Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok